Приветствую всех, JobSchool, с вами я, Достон, и сегодня мы с вами поговорим о времени, который называется past continuous, прошедшее, продолжительное, разберемся, когда же его использовать, несколько примеров, также мы с вами поговорим, давайте же начнем наш урок. Что такое past? О, прошедшее, продолжение. И continuous? Продолжительное какое-то действие, да? То есть, what are you doing now? Что вы сейчас делаете? We are sitting, ну, вы сидите, да? Или you are listening, вы слушаете меня, да? Или что еще? We are thinking, мы думаем, да? We are speaking, то есть то, что сейчас происходит. Но также есть past, continuous, и можно понять, что что-то происходило в прошлом, какой-то продолжительный процесс, да? И давайте попробуем сразу же его образовать, как строить такие предложения, чтобы мы не делали ошибок. И сначала, прежде всего, что мы ставим в начало предложения? Субъект, да? Тот, кто? Сказуемо. Да. Что у нас там есть? I, да? I, she, she. We. Да, также we, это множественное. They. И тоже так же you можно. А вы уже you написали. You, это как вы. Да, you, это имеется в виду, да, ты, да, единственное число. А вы, то есть вы двое, да, к примеру, я могу сказать, тоже you. Может. И это зависит, конечно, от контекста, что ты хочешь сказать, именно ты или вы. И дальше у нас идет глагол to be, да, если в настоящем это у нас I, am, is, are, да. В прошедшем, как вы сказали, I was, ты сказала, да? I was. Я была, да. Это у нас будет с единственным числом, это у нас будет was, как ты сказала. И множественное were. 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 Хорошо. Дальше у нас идет плюс, так же, да, плюс. Дальше у нас глагол с окончанием, да, идет у нас ing, то есть verb, ing-овое окончание. Боже, что я делаю. Да, например, глагол sing, да, петь. Singing, dancing, I was dancing, да. И вот такое простое. Давайте, да, небольшой, сделаем небольшую тренировку. Как сказать, к примеру, Mahizhar, как сказать, она писала? She was writing, да. Или, скажем, он гулял. He was. Гулять, walk. Walking. Walking, не working, а walking, да? Да, и давайте с множественным числом. Мы читали. Мы все читали. We are. Не, почему are? Were. We were. Reading. Мы читали, да? Или они бежали. They were. They were. Running. Обязательно добавляем ing, без каких-либо to. Давайте теперь образуем отрицание. Надеюсь, это не очень сложно вам будет. И как здесь у нас образовать отрицание? Кто знает? Например, I wasn't. I wasn't, да. Это у нас получается сокращение. I was not, да? I wasn't. Или weren't. I weren't. Мы не танцевали. We weren't dancing, да? Или я не пел. I wasn't singing. I wasn't singing, да? Хорошо, это довольно-таки несложно, как вы видите, да? То есть в разговорной речи мы используем сокращение эти, но когда вы пишете, например, диктант или какой-то эссе, вы обязательно должны использовать полную форму. I was not, или were not, что-то там. То есть у нас сначала идет субъект, глагол to be, в прошедшем обязательно, и глагол с ingовым окончанием. Хорошо. Давайте теперь поговорим о вопросах. Как строятся вопросы? Кто помнит? Да, вопросительные. Кто помнит? To be ставится в начало, да? То есть получается, если у нас было я пел, да? I was singing. А если вопрос задать, значит, выносится в начало. Was I singing? Singing? Was I singing? Я пел, да? Если в русском мы делаем как бы интонацию, да, на последний, как бы, да? В английском мы просто должны перенести глагол to be в начало, и все. Why we? Да, да, да. И то же самое с множественным числом. Were we dancing, dancing? Давайте скажем, она писала? Was she writing? Was she writing? Или он гулял вчера? Was he walking yesterday, да? Или мы разговаривали? Where we were talking? И мы читали? Were we reading? Да, как видите, да? Как я сказал, вначале вы ставите глагол to be, дальше у нас субъект, дальше, и, конечно же, глагол плюс инговое окончание. Просто выносите в начало, да? Это довольно-таки просто, да? Хорошо, давайте теперь, надеюсь, вы поняли, да? Да. Дома, конечно же, потренируйтесь с этим, составите несколько предложений в утвердительном, отрицательном и вопросительном. Давайте теперь поговорим о употреблении. Когда мы должны использовать? Когда мы должны использовать? Кто помнит? В разговоре. Да, в прошедшем... В прошедшем время. Что происходило раньше? Вчера. Какой-то, да, процесс, который длился, да, что-то, продолжительный какой-то процесс, то есть пела ты или что-то там, танцевала, то есть это продолжалось какое-то время, да? И здесь, как я сказал, время достаточно важно указывать, то есть, например, скажем, в 7 часов я что-то делала, как это у нас? В 7 утра я пела, скажем, да, или какое-то другое время, или at, как ты сказала? А вот все люди в 7 встают. At 7 o'clock. At 7 или at 8 o'clock я что-то делала. Это в прошедшем обязательно нужно указывать, да? Или, например, at midnight. Midnight, что это означает? Я кушала. В полночь, да? Это уже в полночь что-то вы делали. Скажем, в полночь я читал книгу. Жасминя. At midnight. Не, не, сначала ставишь, когда ты это делала. At midnight. At midnight. I was. I was. A book. An interesting book. Отлично. Как тебя еще раз? Мадина. А, Мадина. What were you doing at 8 p.m.? В 8 часов что-то делала. I get that. Нет, что ты делала вчера в 8. В 8 вечера. В 8 вечера. Да. I was swimming. Swimming? Да. Где? In a pool? Очень горько. Хорошо, ладно. А что ты делала? What were you doing at 8 p.m.? I was playing computer games. Computer games. В 8 часов. Хорошо. Да, то есть когда holiday у нас, да? Когда каникулы, все можно. Хорошо. Давайте теперь также затронем некоторые другие моменты, да? Кроме времени, какого-то точно. Вы можете сказать, например, целый день что-то вы делали, да? Целый? All? All day. Целый день. Что-то вы, к примеру, делали, да? Чем-то занимались. Весь день. Или, к примеру, in the morning, да? Утром вы танцевали там. Скажи, я танцевала утром. I was dancing in the morning. In the morning. In the morning. Какое еще время есть у нас? Evening, afternoon, да? Надеюсь, вы все это прекрасно знаете. Не буду писать. Также, да, в течение какого-то времени так же можно. Кроме этого, например, в прошлом летом, да? Или в прошлом году что-то делала, да? Last night. Или... Ой, last night. Но в прошлом ночи, да, что-то делали. Давайте скажем... Давайте during переводится как какое-то время. During some time. Какое-то время я что-то делала. Или... Как мы сказали, last summer, да? Или last year. Да, during, как... Что это означает, как вы сказали? Какое-то... Какое-то время. Да, промежуток времени, да? К примеру, я могу спросить у вас, да? Да, промежуток каникул, что вы делали, да? What were you doing during your holiday? Что вы делали? Промежуток своего... Мы участвовали в конкурсе. Мы у вас... Да, 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 то есть... А кроме этого? Singing, да, что там еще? Все вместе, да? Да. Хорошо. Ладно. Или вы можете сказать, что вы в прошлом году где-то жили, да? Скажите, к примеру, в это время, то есть, да, вы можете, к примеру, сказать в это же время, то есть, да, сейчас у нас какой месяц? Июль, да? Август. Прошлого года в июле вы, к примеру, путешествовали. А, август. Sorry, я уже запутался со временем. This time, в это время, last year, I was... I was traveling in Italy, да, скажем, да? Да, Ингланд, вы какие-то интернациональные, везде путешествуете, это классно, да. Хорошо, надеюсь, вы поняли, да? То есть, важно учитывать какие-то моменты, какие-то времена, что вы когда-то делали. Это довольно-таки часто используется, как мы сейчас с вами поговорили, да? Что-то делала вчера в это время, да? Хорошо, да. Скажите, к примеру, Жасмин, она смотрела телевизор днём. She was... She was... Смотреть телевизор. Watching TV in the morning. Afternoon. Afternoon. Да, когда ещё... То есть, день уже закончился, то есть, уже наступил вечер, и она смотрела телевизор, да? Хорошо. Также второе, мы можем использовать past continuous вместе с past simple. Что такое past simple, кто помнит? Past simple, это... Да, тоже происходило в прошедшем, и там же закончилось, да? Просто мы можем это использовать с этим временем, и past continuous обычно означает длительное какое-то действие, да? А past simple – короткое, что-то произошло и, к примеру, закончилось. Да, давайте, есть у меня небольшой пример. We were laying the table when her parents arrived. То есть, laying – лежать, да, валяться. Мы лежали на земле, да, то есть, на столе. Не-не, что я вообще не ссорю. We were laying the table when her parents arrived. Когда ее родители пришли, мы накрывали стол, то есть, получается, да? Они лежали на столе. Хорошо. То есть, они пришли и тем самым прервали процесс, да? Когда мы стелили на стол, да? Хорошо. И также последнее, третье. Мы можем использовать past continuous, когда говорим о каких-то временных ситуациях, то есть, в прошлом. И это длилось какой-то небольшой промежуток, да? К примеру, там, неделю или три месяца, да? Скажи, Жасмин, они жили в Китае три месяца? Проживали в Китае? Жить? Living in China for three months, к примеру. Три месяца они жили в Китае, да? Отлично. Или летом Кейт изучала психологию. Кейт сначала, нет, сначала субъект was studying. Не, нет, Кейт was studying, да? Что она изучала? Психологию. Psychology. Этим летом. Лето. In summer. Да, то есть, у нас получается, Кейт was studying psychology in summer. То есть, она в какой-то промежуток времени летом изучала психологию, да? Надеюсь, это понятно. То есть, пока что на этом все. Надеюсь, вы поняли. И вы обязательно потренируетесь с этим, да? Будете спрашивать друзей, что они делали. И, конечно же, давать комплименты. Ладно, спасибо, что были сегодня с нами. Давайте... Вам спасибо. Вам спасибо за этот интересный вопрос. Ладно, еще увидимся. Bye for now. Пока. До свидания. Bye.